Три цвета, одна душа. В день государственного флага России в Магайсе развернули триколор. Это символ праздника нашей страны, ее истории, традиции и национальной гордости. 30 метров в длину, 600 квадратных метров, жители и гости вместе держат в руках большой российский триколор. Символично, ведь государственный флаг России – знак единства народа, сплоченности и стремления к светлому будущему. И Северный Кавказ, и Россия – это, наверное, две неделимые сущности. Для нас сегодня было очень важно, что в рамках и форума общественной палаты в день государственного флага Российской Федерации был развернут этот триколор. И, конечно же, символично, что триколор мы разворачивали под песню «Родина-мать», потому что для нас Родина – это одна большая мать всех нас. Мы в Республике Ингушетия проводили вчера большой интенсив для некоммерческих организаций, рассказывали им как раз про то, как формируются смыслы. И сегодня вот один из смыслов, реализацию одного из этих смыслов мы с вами увидели. То, как флаг Российской Федерации, большой, мощный, тяжелый, который надувается ветром, собирает вокруг себя не только аксакалов по пахах, но и молодежь, самых маленьких ребят из юнармии. В региональной акции, посвященной знаменательной для нашей страны даты, принимает участие глава Ингушетии. Махмут Али Калиматов поздравил жителей с Днем государственного флага России, отметив, что российский триколор является важнейшей основой и гордостью для всех народов многонациональной Родины. Они оказались, учились и трудились. В любой точке земного шара российский флаг – главный маяк для каждого из нас. Он всегда напоминает мировому сообществу, что существует и успешно развивается государство, которое никто никогда не побеждал и не победит. Для жителей Республики Ингушетия это знак беззаветного патриотизма, любви к Родине, Отечеству, гражданской ответственности, гордости за несокрушимое российское государство. Российский флаг вдохновляет нас добиваться новых успехов, побед во всех созидательных видах человеческой деятельности. Сегодня российский триколор развивается над доблестными воинами вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции. Наш флаг – символ свободы, справедливости и безопасности. Пусть во всех времена под российским флагом живет и цветет и крепит наша родная Ингушетия и Великая Россия. Желаю всем моим землякам и соответствующим мира благополучия, благоденствия и счастья. День российского флага – праздник настоящих патриотов своей страны, всех, кто гордится ее историей и честно трудится во благо державы. В мероприятии также принял участие и герой России – первый заместитель секретаря общественной палаты страны Вячеслав Бочаров. Сегодня, 22 августа, в день государственного флага России, мы собрались здесь, в столице Ингушетии, Магазь, для того, чтобы продемонстрировать свое единение, верность нашему флагу, а через него и верность нашему отечеству, нашей родине, Российской Федерации. Российский триколор объединяет всех общим стремлением видеть нашу страну сильным, свободным и процветающим государством. Также по инициативе главы региона Махмудали Калиматову была запущена акция по сбору школьных портфелей с принадлежностями для детей из-под шефного региона Утокмакского района. Народный фронт и комитет семей воинов Отечества в Ингушетии занимался сбором груза. Откликнулись на помощь тысячи жителей республики. Жители-то они, я говорю, покупали портфель еще с запасом, чтобы отправить. Но у нас еще подключилось и правительство, и депутаты, и сенаторы к этому. Понимаете, мы постоянные основы, это не только груз. До этого тоже туда фрижератор ушел, мы туда направили. Поэтому сегодня я хотел бы сказать, во-первых, спасибо Народному фронту, всем жителям спасибо сказать. Вы поймите, чужой беды нет. Чужой беды нет. Но у нас приобретены и нашим членам семьи, детям СВО, около трех тысяч. Тоже для наших здесь ребят, которые дети, которые пойдут в школы. Акция оказалась масштабной. Первыми к ней подключились юнормейцы. Они прям и к раскраске, и к тетради принесли, и бумагу принесли. Ну, дети же любят и пластилин, все. Они знают, что нужно лучше взять. Вот, руководствовались их вкусом и взяты хорошие рюкзаки, хорошие, наполненные. Какие-то организации приносили уже готовые рюкзаки. Кто-то приносил просто рюкзак, кто-то набору первоклассника. То есть, вот эта вся помощь, она заполонила всю нашу комнату огромную. Ингушетия и Токмакскому району по поручению главы региона оказывается всевозможная помощь и поддержка. Я хочу от имени всех запорожцев, не только жителей Токмакского района и Токмака, а я напомню, Токмак – это город, который находится на передовой русского мира. Сегодня до такой степени на передовой, что по нему чуть ли не ежедневно осуществляются обстрелы из ракетных систем залпового огня и ствольной артиллерии, бьют ударные беспилотники и так далее. То есть, боевики в УСУ постоянно наносят удары по этому городу. Но, тем не менее, мирная жизнь продолжается, дети собираются, идут в школы, и эта помощь очень важна. Она важна даже не с точки зрения ценности материальной, а с точки зрения формулы русский «русскому помоги». Потому что все мы русские люди, да, независимо от своего происхождения. То есть, русский человек ингушского происхождения, русский человек, там, я не знаю, аварского произверждения, какого угодно. Потому что Россия – это наша большая родина, и вот это взаимодействие, вот эта рука помощи, она очень важна и необходима. Большое вам спасибо, да, большое спасибо за славных сынов ингушского народа, которые воюют в составе 58-й армии Южного военного округа. Со многими из них я лично знаком, и пользуясь случаем, пожалуйста, пусть обращаются. Потому что наша комиссия по защите суверенитетопатриотическим проектам и вопросам ветеранов как раз и касается вопросов ветеранов, вот этих молодых ребят, которые уже сегодня носят это звание. Республика и дальше будет оказывать помощь и поддержку новым регионам России. Отправка груза со школьными принадлежностями – далеко не последний подарок от Ингушетии. Зелимхан Калоев, Сулейман Костоев, Магаз, 24.